Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Недавно узнала, что муж общается с девушками, знакомится с ними и встречается. Подала на развод, попросил простить, сказал, что всё понял и осознала, что недостойный поступок. Дала шанс, но как поверить, кажется, что повторится снова. Ну, Светлана, вообще говоря, появление третьих лиц в отношениях свидетельствует о наличии проблем в этих самых отношениях. То есть, иными словами, если у вашего мужа появилась девочка, это значит, что в отношениях между вами не всё гладко. И работать нужно именно в этом направлении. То есть, анализ и коррекция ваших отношений. Вот. Я понимаю, что для вас эта ситуация болезненная. Я понимаю, что для вас эта ситуация, вероятно, травмирующая. Ну вот, я прекрасно это понимаю, что это так. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, помимо того, что вот нужно увидеть, как вас это в целом задевает, что вас это задевает, да. То есть, вы чувствуете себя, там, как-то, ну, обесцененной, да, вы чувствуете себя, может быть, униженной, вы перестали чувствовать какую-то безопасность, да. То есть, какая проблема здесь ваша скрывается. Помимо этого, нужно ещё и увидеть, вот, как вы сами к этому отнеслись. То есть, ну да, ваш муж, он общался с девушками и так далее. Сейчас вы дали ему шанс. То есть, вы как относитесь сами к этому поступку, к этим действиям, как вы, вот, его действия видите, что вы ни при чём, это чисто проблема мужа. Ну, вот, вы пишете, что вы не можете проверить, а, кажется, это, чтобы стариться снова. Да, то есть, вы не можете проверить кому? Ему. Человеку. То есть, то есть, вы не доверяете мужчине. Вот. Ну, как бы, речь идёт о том, здесь, что вы не доверяете сами себе. Понимаете? И это очень важный момент. Что вы сами себя обесцениваете. Вы сами себя, скорее всего, сужаете, да, вот, психологически, в том числе, взаимодействуя с мужем, вероятно. И вы, вот, таким образом, вероятно, генерируете среду, в которой муж не удовлетворён. Чем-то, может быть. А всё ли устраивает вас? В отношениях. Если муж общается с девушками, значит, ему недостаточно ощущения, что он мужчина. Вероятно, вы ведёте себя в отношениях больше, как родители. Вот. Ну, косвенно на это указывает именно то, что вы описываете. Что вы не поговорили с мужем, не узнали, а что случилось, как ты к этому пришёл. Мне очень больно, да, но как ты к этому пришёл. Вы сразу просто подали на развод. Вот. И теперь, давая шанс, вы, как бы, возвышаете себя, типа, вот, я та, кто дал шанс, а муж, типа, должен, вот, доказывать, что он, значит, вот, исправил. То есть это вот такие вот деструктивные отношения в этом смысле и не способствуют улучшению контакта просто. А если вы подали на развод, да, значит, что вы, ну, вы своего мужа не любите, вы не хотите с ним быть. А если вы, ну, типа, дали шанс, то из какого чувства, из любви, ну, если вы его любите, тогда, как бы, из чего вы подавали на развод, да, от боли, допустим. Хорошо, а что это за боль, вот, что болит, что, что вас задевает, задевает. Есть ли у вас ощущение, что вот вы вкладывались в отношения, да, вкладывались, вкладывались, там, ну, вероятно, не один год, а он это все не ценит. Нет, есть ощущение, что вы, ну, не в безопасности, как я уже сказал, что вот он может там с другими девочками общаться и, соответственно, вас бросит. Нет ли ощущение, что кто-то лучше, чем вы, то есть, ну, чувствуете ли вы в этом смысле свою ценность, вот. Ну, ощущаете ли вы ее, свою ценность? Это все очень вот такие важные достаточно моменты, на которые, как мне кажется, нужно вам надевать вместе с психологом, а если хотите, можно и вместе с мужем. Поисследовать вам, то есть семейную терапию начать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.